День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Татарская наглость. На одной из улиц Рязани мусор вываливают прямо на проезжую часть. 90 килограммов ценного ресурса. В АКУ выпустили массовую партию мальков Стерлина. Возвращение к родным пенатам. Перинатальный центр встретил необычных гостей. К нам в студию обратились рязанцы, возмущенные появлением несанкционированной свалки в районе дома номер 18 по улице Татарской. Горы и горки мусора, в основном бытового, уже вывалились на проезжую часть. Анна Герцовская знает причину. Мусорная реформа, произошедшая в 2019 году, как следствие подорожание цен за вывоз бытовых отходов, имеет свои плоды и продолжает удивлять. На протяжении где-то последнего года, может быть полутора, как изменился закон с мусорными операторами, у нас вот такой стал бардак. То есть здесь какие-то дикие собаки появились, крысы, все это посреди дороги. И что интересно, я тут вчера даже видела вот такую вот прекрасную крысу с хвостиком, которая бегала вот тут днем, не боясь людей, ничего. Ну как бы вот такая трэшевая ситуация, я бы сказала. Это ужас. И детки гуляют, и тут детская площадка рядом, не огороженная причем. И бабушки, и дедушки, и дети маленькие, и школьники. Вокруг свалки расположено шесть жилых домов. Многие граждане повадились выкидывать мусор именно на эту площадку. На ней всего четыре контейнера. Как говорят местные, до реформы их было девять. Скорее всего, они предназначены для вот этого дома по адресу Стройкова 11. А к этому дому у нас есть пристройка в виде коммерческой недвижимости, у которой нет своего контейнера, и они явно сюда это выбрасывают. Плюс они выбрасывают много строительного мусора. Плюс медицинский центр Марии часто был замечен, который выбрасывает какие-то коробочки из-под медицинских препаратов. Еще одна причина появления такой свалки – это отсутствие мусорных контейнеров у домов, расположенных на улице Татарской. Так считают активисты. Я полагаю, что нужно, во-первых, разобраться с теми, кто проживает в соседних домах, и вообще у них нет своих мусорных. И плюс разобраться вот с этим коммерческим центром, пристроенным к дому Стройкова 11, чтобы у них тоже был какой-то свой отдельный контейнер. Потому что, я думаю, арендаторы, когда платят арендную плату, туда, наверное, входят какие-то отходы. Почему собственник этого здания не ставит для них специальный контейнер? Вот, я думаю, от этого здесь такая и свалка. А людям девать мусор некуда, они его несут, несут, несут. Добавить контейнера и убрать круглогодичную свалку – вот чего хотят люди. Ежедневно они испытывают моральные и физические страдания, проходя мимо этого места. Вонь постоянно стоит. Вот пройти вот, я с ребенком часто гуляю, и одна хожу, ну, мне кажется, его не убирает никогда. Очень символично, что именно во время наших съемок к стихийной свалке подъехал мусоровоз. Аллилуйя! Ну, они приезжают, но почему-то я наблюдала, что они здесь не все убирали. То есть, даже после вот их приезда, все равно потом вот такое было. Вчера шла, стояла мусорная машина, рыжего-оранжевого цвета, вот такая же ряска, вот, постояла, мусор не убрался. В этот раз произошло то же самое. То ли увидев нашу съемочную группу, то ли количество мусора, мусоровоз моментально уехал, даже не попытавшись ликвидировать хотя бы часть отходов. Все это происходит, казалось бы, в цивилизованной стране, хотя, глядя на такие дворы, иногда создается ощущение, что Рязань – это отдельное государство. А Экопронск в нем хозяин, который собирает дань. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». И в продолжении мусорной темы получила развитие история с недопуском на городскую свалку нашей съемочной группы. Напомню, в начале апреля руководство полигона фактически грудью встало возле проходной противец прокурорской проверки. Тем не менее, ее провели, и сегодня появились первые результаты. Апрель этого года, 192-й километр автотрассы М5 «Урал». Как вы помните, тогда жители близлежащих домов и дач жаловались на невыносимую вонь и другие неудобства. Вот на этом полигоне. В неплановую проверку городской свалки Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры хозяева обслуживающей организации пытаются предотвратить любым способом. В составе комиссии сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, санитарный врач и представители лабораторий. Живой щит из местных не помог. Пробы были взяты. Да и технологические нарушения оказались налицо. В ходе непосредственно обследования, проведенного на полигоне, были выявлены нарушения санитарно-псимологического законодательства. Были выявлены факты не обеспечения технологического цикла по изоляции отходов, по послойному чередованию отходов и грунта, изолирующего материала. В местах выгрузки отходов из большегрузных автомобилей не использовались переносные сетчатые ограждения для исключения разлетания мелких фракций отходов за пределы полигона. Пока что местные мусорные князьки получили административку. Но это еще не все. Майский пожар на этом полигоне тоже попал в поле зрения надзорных органов. Штрафы светят нешуточные. Привлеченными к проверке лабораториями ФБУ с Центром гигиены и птимеологии в Рязанской области, в Министерстве природопользования Рязанской области был проведен отбор проб воздуха в зоне влияния полигона и выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В прокуратуре по данным фактам готовятся материалы для возбуждения административных дел. Теперь в реестре эта свалка значится как объект, оказывающий неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Это значит, что каждое действие или бездействие будут рассматривать под лупой. И у каждой жалобы от местных жителей теперь здесь будет своя цена. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сегодня в Ваку представители региональной власти совместно со специалистами Федерального агентства по рыболовству выпустили 18 тысяч мальков стерляди. Зарабление на пристани в лесопарке провели для компенсации ущерба водным биоресурсам. Они еще совсем крошечные, вес каждого малька примерно 5 грамм. Но специалисты уверены, уже в скором времени большинство из них наберет массу. Сегодня мы выпускаем порядка 18 тысяч особей стерляди. Возраст этой стерляди примерно полгода. В среднем она растет у нас 150-200 грамм в год. До половозрелой особи набирает в течение 7 лет. После 7 лет это уже взрослая рыба, которая может имитать икру и уже самостоятельно повышать наши запасы продовольственные. Сейчас стерлядь занесена в Красную книгу региона. А ведь еще в прошлом столетии это была промысловая рыба. Антропогенная нагрузка дала о себе знать. Река Ака, она гидрологически зарегулирована. И произошла утеря естественных нерестилищ. Именно в основном с этой целью мы восполняем запасы таких ценных видов, как стерлядь, для того, чтобы сохранить биоразнообразие. Потому что вид не промысловый, но необходим в пищевой цепочке для поддержания общего экологического состояния реки Ака. Для зарыбления используют не только пластиковые ведра, но и вот такую специальную трубу. По ней мальки попадают из цистерны в воду. Это нужно для восполнения запасов рыбы нашей родной артерии водной реки Ака. И, соответственно, происходит это периодически в рамках выполнения экологических мероприятий, если проекты так или иначе затрагивают либо саму реку, либо береговую линию. Поэтому в рамках решения экологических задач выпускается тот или иной вид рыбы. В течение трех лет в регионе было выпущено более 100 тысяч мальков таких видов рыб, как щука, сазан, белый амур. И вот теперь в Аку выпустили 18 тысяч молодей стерляди. Для нас это очень важный вид рыбы, который необходимо восполнять, для того, чтобы наши дети, наши потомства могли ее увидеть. И, возможно, если мероприятие будет осуществляться в полном объеме, даже ловить ее, как сказать, для того, чтобы положить себе на стол. Поэтому выпустим, пожелаем ей хорошего пути, чтобы она смогла дорасти. Всего в этом году в водоемы регионы планируют выпустить по госзаданию почти 50 тысяч разных видов рыб. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ко дню медицинского работника в областном клиническом перинатальном центре прошла необычная акция. Медсестеры врачей поздравили дети, которые в этом самом центре и родились. На необычной встрече побывал Валерий Седов. Все дети в актовом зале перинатального центра необычные. Они родились здесь, в этих стенах. Тех из них, кто появился на свет недоношенными или с осложнениями, выходили эти врачи и медсестры. И в преддверии дня медицинского работника ребята пришли сказать спасибо. Всем огромное спасибо. Желаем здоровья, самое главное – счастья и успехов в нашем улегком пруде. В большинстве своем в перинатальном центре ведется работа с новорожденными. Особенные пациенты – это малыши, которые родились недоношенными. Их вес едва достигает отметки в килограмм. За 10 лет работы центра таких детей было более 300. Детишек мы выхаживаем разных. И бывают недоношенные крошки, 500 грамм, иногда чуть меньше и чуть больше. И вот этих детишек спасают наши специалисты, наши сотрудники. И, соответственно, сейчас мы с удовольствием увидим детишек, которые вот за 10 лет, которых немало. В преддверии дня медицинского работника сотрудники центра получили награды и от руководства, благодарственные письма и почетные грамоты. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязань – город с богатейшим культурным наследием. Полный тайн, которые историки открывают непрестанно. Об истинной ценности памятников архитектура задумываются разве что краеведы. И Марина Романюк. Старая московская дорога. 200 лет назад здесь заканчивались границы города Переславля-Рязанского. А сегодня это западная часть старого центра Рязани. К сожалению, забытая и заброшенная. Современным рязанцам улица Семинарская известна тем, что на ней располагается 14-я больница, железнодорожный техникум, а дальше начинается район Бутырки. Само здание больницы, между прочим, не только памятник архитектуры, но и часть древнейшего в городе архитектурного ансамбля. Встречает замечательным ансамблем, стоящим из трех особняков, дворцов. Потому что вот к этим домам применимо это слово. Особняк, дом, здание, со-здание. Это городская больница начала 19 века. Это дом трудолюбия справа флангом правым. Левым флангом редутный дом. Один из первых классических особняков старого города, который появляется на этой уже улице Семинарской. В этом явно требующем ремонта великолепном здании, построенном в античном стиле, прекрасен не только внешний вид. Внутри сохранилось помещение домовой церкви, градской больницы. В советские годы алтарь и иконостас разобрали, четырехъярусную люстру сняли, а фрески закрасили. Сохранить удалось колоннаду, сводчатые потолки, изображение спасителя. Сегодня оно так и висит, в скромной рамке, напоминая о том, что было здесь почти 200 лет назад. Церковь была посвящена Александру Невскому. По преданию, поллегенда, что даже мама его была, рязанской княгиней Феодосия. И окончил он свой земной путь, тоже на рязанской земле, предполагают некоторые историки, потому что два городца было, один на Волге, там вниз, другой на Кето. Это не что иное, как город Касимов нынешний, называвшийся городцом Мещерским. В архитектурный ансамбль на старой московской дороге, ныне на улице Семинарской, входил также редутный дом. Сегодня здание заброшенное и находится в аварийном состоянии. Кирпичную стену размывает, она рушится, колонны вот-вот упадут. Здание пустует. Хотя еще несколько десятилетий назад здесь был корпус военного госпиталя. Редутный дом – это памятник, с которого начиналась классика в нашем городе. То есть первенец. Возможно, название появляется, когда здесь в екатеринское время появляется ров и вал к ограничению города. Дело в том, что прямо за редутным домом как раз был тот самый ров и вал. Он с трех сторон окружал старый город XVII века. Поэтому редуты – это укрепление, система укреплений, которая охраняет город. А за парадным архитектурным комплексом с колоннами. Во дворах забытое и полуразрушенное кирпичное сооружение с башенкой, которое напоминает о времени постройки – 1884 год. Конец XIX века. По предположению краеведа здесь могло располагаться некое производство – маленькая фабрика. Мы связались с историком Александром Дударевым. И, возможно, в скором времени он найдет архивные данные. А нам удастся узнать о предназначении этого объекта. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok